С 22 июля все возраста хоккейной школы «Сокол» уже приступили к тренировкам на льду. За исключением 2004 года, который находится на сборах в лагере «Белые камни», и 2002 года. Эта дружина под руководством Юрия Салканова тренируется в «Росинке». Команда «Сокол» тоже с 22 числа приступила к тренировкам. Сейчас проводим селекцию, отбор игроков и устроим планы на будущий чемпионат. Я думаю, где-то в середине августа мы определимся уже и с главным тренером, кто будет тренировать команду и готовить к сезону в этом году и работать в этом сезоне. Проведем селекцию и уже определим оптимальный состав, с которым мы начнем чемпионат 2013-2014 годов. Что касается реконструкции Ледового дворца, то перед входом на стадион возведено трехэтажное здание, в котором в скором будущем разместятся административные кабинеты, восемь раздевалок, гостиницы на 50 мест, кафе, атлетические, фитнес-залы и прочие помещения. Большой объем работы был выполнен на первом этапе. Строители полностью демонтировали ледовое поле и сделали новое. Заменили 22 километра труб, установили новые пластиковые борта. Был заменено холодильное оборудование на компрессорной станции с применением энергосберегающих технологий. Также полностью заменена кровля здания, ее утеплили сэндвич-панелями. Строительство пристроек уже завершилось. В настоящее время внутри здания ведутся отделочные работы, параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Объект будет готов к сдаче в эксплуатацию в конце 2013 года. Таким образом, Ледовый стадион «Сокол» станет современным спортивным комплексом, еще одним достопримечательным оздоровительным и спортивным центром «Ночи Боксарска». С прошлых выходных, прошедших выходных провели массовое катание. Уже молодежь и люди старшего поколения уже приступили тоже, будем говорить, к занятиям на льду. Мы с удовольствием примем горожан нашего города и города Чебоксар.